МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Татьяны Трофимова. Главные новости Чуваши и страны в материалах репортеров нашей программы. Сегодня в выпуске. Затопит, не затопит. Кого не радует весеннее солнце и сколько населенных пунктов? В зоне риска. Борода оленей, серебристые нити, бархат и войлок самодельный. Что еще используют мастерицы при создании фрагментов карты России? И как один проект смог объединить все регионы страны? Полвека в вольной борьбе. Сколько спортсменов Чувашии приехали в Чебоксары? И с чего начнутся соревнования? С приближением теплых весенних дней. Все острее встает вопрос паводковой ситуации в республике. Обсудить возможные зоны подтопления в АллатРь выехала комиссия. При быстром развитии весеннего половодья возможно превышение допустимого уровня воды и затопления населенных пунктов, отметили участники встречи. О том, какие территории республики могут уйти под воду, далее. Каждый год яркое весеннее солнце приносит жителям АллатРи не только хорошее настроение, но и беспокойство. Половодье здесь может привести к затоплению 400 домов. Сейчас ситуация под контролем. Как видим, лед уже ушел на реке АллатРь. Также сейчас буквально посещали реку Сура. Буквально за ночь лед ушел оттуда. Признаков паводковой, неконтролируемой ситуации на данный момент нет. Тем не менее, расслабляться здесь не планируют. Ведется мониторинг ситуации, а в случае опасности по первому звонку на место выезжают специальные службы. Спасти от затопления может дамба. Проект в скором времени должен быть реализован. Для реализации этого проекта необходимо оформить земельные участки, на которые будет строиться эта дамба. Должны быть оформлены на собственности города АллатРи. Эта работа сейчас городом проводится. Внесены, утвержден генеральный план города АллатРи. Сейчас в республике под угрозой подтопления 57 населенных пунктов. Слаженная работа и постоянный контроль над паводковой обстановкой, а также своевременная профилактика чрезвычайных ситуаций позволят избежать затопления территорий. Ольга Алексеева, Милена Алексеева, Екатерина Никитко, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика из АллатРи. Сегодня ночью на железнодорожный вокзал прибыл спецпоезд. Чувашия встретила второй эшелон с вынужденными переселенцами из Донбасса. Всего приехали 466 человек, из них 106 – это дети. Милена Алексеева встретила жителей Донбасса на вокзале, спросила, как они доехали и какие планы у них на будущее. Час ночи. На перроне железнодорожного вокзала прибытия жителей Донбасса ждут волонтеры, спецслужбы и медицинские работники. Уставшие и растерянные. Так можно описать тех, кто выходили из поезда. Но радостные от того, что наконец обрели то, чего хотели больше всего – спокойствие и тишину. Больше всего повезло тем, кому удалось приехать всей семьей. Остальным остается верить в лучшее. Муж и мужа – мама. Мои где-то неизвестно. Пока буду искать. Все разбросаны. Неизвестно и как сложится жизнь переселенцев. Возвращаться многим некуда. От домов остались только развалины. Стоит перед глазами, но он разбитый. Разбитый. Я говорила, отвезите меня на кучу земли. Но только свой дом. Вот я глохла. Во дворе прямо упал снаряд. Прямо во дворе. Все окна полетели, все двери вылетели. Все разрушилось. Это просто расстрелянная весна. Мы были 100 метров от линии фронта. И когда 23 часа бомбят, и звуки разрывают душу. Понимаете, это невозможно забыть. Это никогда уже не станет прежним. Уже человек никогда от этого не оправится. Никогда. А мы 36 дней. 36, 3 недели подвала. Остальное время. Среди вынужденных переселенцев грудные дети. И те, кто не могут передвигаться самостоятельно. Многие привезли с собой кошек и собак. Нас так хорошо встречали, хорошо провожали, кормили. Очень хорошо. Тепло было. Все прекрасно. Впереди у жителей Донбасса еще одна дорога, но не длинная. До пунктов временного размещения. Прибывающий эшелон будет размещен в центре Эдкер. Минобразование Чувашия. В санатории Лесная сказка. А также в детском оздоровительном лагере Березка. Безусловно, будут оказаны и психологическая, и медицинская помощь. И безусловно, также доведем до них и гуманитарную помощь, которую все неравнодушные жители республики собрали, подготовились. В пунктах временного размещения есть все для оказания необходимой помощи. Как только закончится заселение, начнется оформление документов для получения материальной помощи. Милена Алексеева, Юрий Марков, Республика. Санкции, санкции и еще раз санкции. Против России ввели уже несколько пакетов с мерами воздействия на экономику. Как выжить в таких условиях, снизить воздействие на отрасли, еженедельно обсуждают на заседании регионального штаба по поддержке устойчивости экономики. Кому нужна помощь в нынешних условиях и какие меры поддержки разрабатываются в республике, репортер Екатерина Никитко. Более 20 предложений по поддержке экономики Чувашии поступили в Министерство экономического развития республики. Часть рассмотрят в регионе, остальные на федеральном уровне. С прошлой недели все инициативы, все предложения от регионов, либо от федеральных органов исполнительной власти, которые поступают на прав в комиссию, они все регистрируются, каждому присваивается отдельный номер, и мы можем отслеживать прохождение каждой инициативы. Сейчас федеральная поддержка оказывается авиа- и железнодорожным перевозчикам, в то время как автомобилисты вынуждены справляться сами, и с ростом цен на запчасти, и с увеличением арендной платы. Из-за этого растет долг по лизингу транспорта. В настоящее время долг по лизинговым платежам, только по городским маршрутам, составляет более 29 миллионов рублей. Лизинговая компания начинает отзывать автобусы, изъятие парка лизинговых автобусов повлечет за собой риски остановки некоторых муниципальных маршрутов. Есть трудности и у троллейбусного парка. Проблемы начались еще в пандемию. Тогда значительно сократилось количество пассажиров. У предприятия образовался долг по оплате электроэнергии. Вместе с тем от роста цен пострадали и застройщики жилья Чувашии. Меры поддержки этих отраслей экономики уже рассматриваются профильными ведомствами. Что было предложено? Внести в статью 346 пункт 13 налогов Кодекса Российской Федерации в часть увеличения лимита доходов для упрощенной системы налогообложения с 200 миллионов до 350 миллионов. Это связано с тем, что сегодня застройщики жилья в республике отмечают недостаточную лимиту в связи с повышением себестоимости строительства жилья. Также в Чувашии планируют поддержать и IT-сферу. Работникам предложат льготы на ипотеку, аккредитованным IT-компаниям, пониженную ставку по системе налогообложения. Кроме этого, было предложено ввести единые правила доступа операторов связи к региональному муниципальному имуществу. В результате принятия данного документа будут обеспечены прозрачные условия для размещения средств связи, инфраструктуры связи. И в свою очередь это скажется, естественно, на бесперебойном качественном предоставлении услуг связи для жителей нашей республики. Многие меры поддержки уже реализованы в промышленности. Увеличено количество системообразующих предприятий. В феврале их было 9, сейчас 21. К тому же 9 предприятий могут работать в головной компании. Это в первую очередь дает возможность получения сейчас очень необходимой ликвидности. То есть это возможность получения оборотных кредитов под 11% годовых. Все предложения по поддержке устойчивости экономики будут рассмотрены профильными ведомствами, отметили участники заседания. На следующей неделе уже системно выдадим обратную реакцию по тем, которые точно не принимаются. Ну и, соответственно, по тем, которые берем в работу, тоже отрегламентируем, каким образом будем отрабатывать, чтобы понимать, когда и какие решения мы будем принимать. Екатерина Никитко, Николай Скворцов, Республика. В врачебных амбулаториях Республики оборудовали офтальмологические кабинеты. В поселке Кугеси Чубаксарского района закупили 6 офтальмологических аппаратов российского производства. Теперь детям и взрослым не приходится выезжать в район или город, чтобы посетить специалиста, пройти курс лечения или профилактики нарушений зрения. У этих ребят проблемы со зрением. У кого-то близорукость, у кого-то дальнозоркость. Вроде бы не страшно. Многим ставят этот диагноз. Но чем дольше затягиваешь с лечением, тем хуже видишь. Именно поэтому дети обратились за помощью к специалистам. Ехать далеко не пришлось. Современный офтальмологический кабинет врачебной амбулатории открылся в Кугесях. Мне часто тут доброе. Мне нравится ходить. С каждым днем я вижу четче и четче. Насте Спиридоновой врачи поставили диагноз «близорукость». Этот дефект зрения не лечится, но можно остановить его развитие. В этом девочке помогает новое оборудование российского производства, которое отвечает всем медицинским стандартам. Оно практически ничем не отличается от импортного, а где-то даже превосходит. Оборудование закуплено по модернизации поликлиник. Оно является доступным российского производства. Ничем не хуже, чем импортное оборудование. Дети активно приходят на лечение и проходят уже несколько курсов. Родителям тоже удобно в том плане, что не нужно отпрашиваться с работы и ездить в городские учреждения. Результат трех курсов лечения, которые прошла Настя на этом аппарате, как говорится, налицо. Близорукость не прогрессирует. Это отлично отмечают врачи. А родители рады, что лечение того стоило. Да и ехать никуда не пришлось. Мы очень рады, что в этой врачебной амбулатории открылся такой кабинет. Нам удобнее, конечно, сюда, чем город. Здесь вроде и по записи, и очередь небольшая. По словам дочери, ну, лучше. Уже год с лишним прошел. Вроде, по крайней мере, стоим на том же уровне. Как бы не ухудшается средняя. Это оборудование помогло не только Насте, но и другим ребятам. Врачи отмечают положительную динамику у 80% детей. Лечение в основном проходит положительно и наблюдается у 80% детей положительная динамика. В основном они все лучше видят. Как раз аппаратное лечение для этого и предназначено. Отечественное оборудование применяется не только в этой врачебной амбулатории, но и в других медицинских учреждениях республики. В каждом кабинете не менее шести аппаратов современного диагностического оборудования российского производства. Все, что необходимо воздействовать на структуры глаза, данное оборудование как раз включает. То есть, все, что мы хотим получить, этот спектр оборудования имеется здесь. Современное оборудование, произведенное в России, уже показало свою эффективность. Оно помогает сохранить ребятам зрение и начать видеть лучше. Екатерина Никитко, Игорь Зверев, Республика Чебоксарский район. Проект «Вышитая карта России» объединяет все регионы страны. 64 вышитых фрагментов из разных регионов уже прибыли в музей Чуварской вышивки. На следующей неделе начнется работа по их сшиванию в единое полотно. На карте каких регионов замечена борода и шерсть оленей, а к изготовлению чьего фрагмента приложил руку министр культуры области, и какие еще секреты могут рассказать карты субъектов страны далее. Полноводный Амур и Международный мост, связывающий Россию и Китай. Албазинский острог, взмывающая ввысь космическая ракета, динозавр, лотос Комарова и королева амурских полей СОЯ. Полотно, которое прислали из Амурской области, подчеркивает культурные, исторические и географические особенности региона. Пограничную реку Амур связала крючком лично министр культуры области Надежда Доргунова. Карту Чувашей вышила Надежда Кузнецова. Мастерица передала традиции чувашской техники вышивания. Каждый национальный узор имеет значение. Все фрагменты по-своему уникальны. Фрагмент карты Ингушетти самая маленькая. Ингушетти показывает свою республику в таком величии. Это вышивка стеклярусом, это вышивка с жемчугами. Вы видите войлочные вставки, аппликация и такими серебристыми нитями. И, конечно же, есть и вышивка, хотя это не самый главный промысел Ингушеттии. Готовая карта, на которой каждый из 85 субъектов Российской Федерации расскажет о себе, будет размером 3 на 6 метров. Прямо во время съемок этого сюжета в музей чувашской вышивки доставили 64-й элемент полотна из Чукотского автономного округа. Мех, мех, вышивка под шейным волосом оленей. Сейчас на фрагментах преобладает красный цвет. А для украшения изделий мастерица использует самые неожиданные материалы. В Ямало-Ненецком автономном округе в расход пошла и борода оленей. Материалы разные. Вы видели и бархат, и велюр, и канва, и лен, и все такое. Но здесь войлок. Войлок самодельный, конечно же, не покупной. Это Ямало-Ненецкий автономный округ. Такой традиционный цвет, приглушенно-красный, кирпичный. Они используют оленьи-жилы. Вот мы видим, когда приглядываемся, вот отрезки такие маленькие, какой длины используются, да, и они скрепляются к материалу волосами бороды оленей тоже. Напомню, в день чувашской вышивки 26 ноября в прошлом году проекту дал старт глава республики Олег Николаев. Идею поддержало и Федеральное агентство по делам национальностей. Вышитая карта страны идеально вписалась в год культурного наследия народов России. Ее представят на Красной площади в Чебоксарах 12 июня в рамках фестиваля-марафона «Песни России» под руководством Надежды Бабкиной. В последующем, в начале июля, благотворительный марафон Надежды Бабкиной проводят в Южном федеральном округе в Крыму. И карта поедет в рамках фестиваля вместе с коллективом Надежды Бабкиной. После этого мы покажем карту в пяти федеральных округах, в столицах федеральных округах. Мы как раз сейчас работу организационную ведем с ними. И акция завершится уже в Центральном федеральном округе, уже в столице России, в Москве в конце 2022 года. В Чуварском государственном театре оперы и балета сегодня открылся 26-й международный балетный фестиваль. На открытие была Милена Алексеева. Ей слово. Мы находимся в театре оперы и балета. Сегодня здесь начал работу 26-й международный балетный фестиваль. Для города Чебоксары он стал уже традиционным. Ежегодно в столице встречают гостей из разных уголков страны и зарубежных стран. Фестиваль этого года не исключение. Но в этом году в рамках фестиваля в Чебоксары впервые приедут артисты Пермского государственного хореографического училища. Зрителей своим спектаклем также порадует театр-балет Евгения Панфилова, который приезжает в столицу Чуваши уже в пятый раз. Программа фестиваля будет интересной и насыщенной, отмечают организаторы. Сегодня фестиваль открыли два однакной постановки «Титания» и «Болеро». Над постановкой работали московские режиссеры Софья Гайдукова и Константин Матулевский. Это совместный проект театра с Чувашской симфонической капеллой. Артисты ждали этого дня с нетерпением. Мы готовились долго, упорно. Не скажу, что прям суперлегко и сразу все у нас получилось. Но мне кажется, что сегодняшний результат будет интересно посмотреть. Мы сделали более современную постановку и в нем занята вся труппа театра. Конечно, для театра было это неожиданно. И в том числе для артистов, потому что такой хореографии они еще не сталкивались. Остальные дни фестиваля обещают быть не менее интересными. Артисты балета порадуют зрителей знаменитыми постановками. Заключительным аккордом станет гала-концерт, который пройдет 17 апреля. Полвека в вольной борьбе. Завтра в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва пройдет финал 55-го всероссийского турнира имени Василия Чапаева. Сегодня мастерство показали участники 25 регионов страны. Знаменательные для Чувашии соревнования начались в 1967 году, когда производственное объединение имени Чапаева построило в Чубаксарах дом физкультуры. С того времени соревнования прерывались всего раз в разгар пандемии коронавируса. Сегодня на пути к победе лишь сильный соперник. Соревнования проводятся в 10 весовых категориях как для мужчин, так и для женщин. В этот раз в республику приехали более 300 участников. В честь Чувашия защищают около 50 спортсменов. На этот турнир традиционно приезжают лучшие спортсмены, сильнейшие спортсмены со всех уголков нашей страны. Я хочу за это поблагодарить регионы, которые участвуют в этом турнире. Турнир мастерский, интересный, захватывающий. Крепкий иммунитет и отличное настроение. Всем известно, что один из лучших источников витаминов и микроэлементов – это рыба. В Чубаксарах продолжает работу выставка-ярмарка камчатской рыбы. Подробнее об этом прямо сейчас. А я, Татьяна Трофимова, прощаюсь с вами. Хороших вам выходных. Ассортимент такой, аж глаз радуется. Чавыча, белорыбеца, паутус, тунец. На выставке продажи представлено более 35 видов дальневосточных рыб. Специально приехала из деревни, чтобы рыбу чавычу покупать. Хочу мужа, пенсионеру угостить и сама буду кушать. Для здоровья очень полезные, говорят. Рыба на любой вкус. Солбосоленая, холодного и горячего копчения. Причем коптят только на натуральных, дубовых, вишневых и яблоневых опилках. Об этом говорят продавцы. Это ценят покупатели. Белорыбеца, чавыча – это вообще очень вкусная рыба. Я вообще не могу никогда от нее оторваться. Если кусочек съел, уже не оторвешься. Вот, ну и корюшка, естественно, это же… Ее всегда все любили. Позаботиться об угощении к пасхальному столу лучше заранее. Камчатскую рыбу можно купить и заморозить, а после разморозки она не потеряет свои полезные свойства и отлично украсит праздничный стол. Также в ассортименте у нас есть очень вкусная икра слабосоленая, крупная, зернистая. Всем советуем. Буквально один-два бутербродика. Организм освещается семи аминокислотами. Без консервантов, красителей и каких-либо усилителей запаха и вкуса. Здесь все по-честному, без обмана, добавляют продавцы. Икра – очень полезная вещь для организма. Там никаких добавок нет, кроме соли. Рекомендуют в России. И я всегда покупаю. Потому что каждый день не менее 20 грамм в России рекомендуют кушать. Огромный плюс, что здесь можно не просто смотреть на аппетитные дары Камчатки, а пробовать и покупать любую из понравившейся продукции. Мы знаем, что камчатская рыба, она вкусная. И мы поэтому каждый год ее покупаем. Приобрести камчатскую икру и рыбу можно с 4 по 9 апреля включительно. В Центральном универмаге на Карла Маркса, 47. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok